Особое мнение на 101FM Начать хочу немножко с другой темы. Она еще не совсем остыла, так скажем, и еще, наверное, будет очень интересное продолжение, по крайней мере, многие на него надеются. В пятницу был озвучен приговор так называемой организованной преступной группировки четырем ее участникам. Им дали от трех лет до трех лет и семи месяцев. Вот хочу вас спросить, на ваш взгляд, насколько это суровый или не суровый приговор, с учетом того, что все-таки страдал бюджет города в этом случае? Ну, я считаю, что самая главная вещь, что все-таки же приговор есть, значит, что дали реально сроки, потому что очень часто, к сожалению, по таким вещам в силу разных причин обходятся условными сроками или вообще дело закрывается там. Поэтому сроки есть, это хорошо. Большой или нет, ну, я уже говорил в эфире и повторюсь еще раз, я считаю, что суд это та инстанция, которую сложно оспаривать. Раз суд решил, что такие сроки, ну, значит, так решил. Значит, безусловно, еще, говорю, ситуация, есть еще, присудили там штрафные санкции, вот, наверное, что достаточно важно. Это не штраф, это выплаты. Выплаты, прошу прощения, да. То есть вот это, наверное, важно, чтобы это было выполнено, вот, но любой срок, он действительно достаточно суровая уже мера наказания, вот. Единственное, что я боюсь, что в грядущей победе, которая у нас юбилей произведет в мае прошлого, следующего года, вот, возможно, там под амнистией уже попадут, там, потому что засчитываться срок, когда шло следственное действие. Но, тем не менее, первая ласточка уже есть, потому что, повторюсь, среди участников, кто получил сроки, в том числе, есть там люди, которые занимали достаточно значимой должности, и депутат, бывший депутат Кировской городской думы, бывший руководитель комиссии по этике и самоуправлению, вот. И, конечно, это же хороший знак, что все-таки же правосудие все-таки же восторжествовало. Надеюсь, на этом не остановится наше правосудие, и мы увидим следующие фигурантов, следующие дела, и ситуация все-таки же будет развиваться так, чтобы жители увидели, что справедливость есть. За два слова зацеплюсь. Первое. Вы сказали, боюсь, что попадут под амнистию. А почему боитесь? Ну, слово, наверное, там имелось к сожалению, потому что, как бы, я считаю, что вина есть, суд это доказал, то есть, следовательно, наказание должно быть. Там, амнистия, это такая вещь, когда там иногда, ну, достаточно мягкие, там, более лояльные условия, поэтому я считаю, что если бы отсидели все сроки для всех остальных, кто попытается также нажиться на бюджетных деньгах, то это было бы наказание более суровым, и все бы увидели, что, по сути дела, даже амнистия не решит. Но, как бы, исходя из практики, поэтому я предполагаю, к сожалению, что, да, они попадут под амнистию. Время покажет, май не так далеко уже. Ну, и второе, первые ласточки, да, следующие кто? Или не ласточки, а уже орлы, может быть? Ну, в принципе, сейчас же идет уже следственное мероприятие в отношении бывшего главы города, там, Быково. Я думаю, что, возможно, еще какие-то те иные фигуранты тоже возникнут, потому что, на самом деле, вся история с околобюджетными деньгами, она такая попахивает, и, безусловно, там, эти четверо не единственные, там, кто в этом фигурировал. Я считаю, что справедливость должна восторжествовать, и правоохранители органов должны найти всех виновных, предъявить им обвинение, там должно быть произведено расследование, и, в принципе, наверное, результат должен быть. Поэтому я надеюсь, что в отношении, там, Быково все-таки же ситуация будет поставлена какая-то точка, а не многоточие, и к чему-то должно прийти, там, пускай, там, эти... Я еще раз говорю, я не оспарю сроки, там, но вот следствие и суд, в первую очередь, там, как последняя инстанция, должен сказать, виновен или нет. Я надеюсь, что все-таки же суд найдет достаточно доказательства, чтобы сказать, там, что все-таки же вина была. И еще по этой теме есть у меня один вопрос. Дмитрий Никулин записал очередное видеообращение. Первый раз он это делал, когда был в Грузии, в бегах, перед тем, как сдаться следствию, и теперь снова перед вынесением приговора. Он записал видеообращение, там он кается, просит Кировчан его простить, говорит, что все обдумал, что побывал в церкви, и больше на такой путь не ступит никогда. Вот как вы думаете, зачем ему это нужно? Почему он это делает? Это реально его совестливость какая-то, или это работа на будущее? Или работа на кого-то, на каких-то, может быть, покровителей, так называемых? Ну, мне сложно за него, наверное, сказать, и сложно предположить, чем это побуждает. Ну, наверное, всего понемножку, и, безусловно, есть какое-то раскаяние, есть предположение, что в будущем это тоже пригодится. В том числе, я еще говорю, там вопрос ведь про амнистию, он не стоит, что вот прямо всем дают амнистию. То есть должно быть определенное телодвижение со стороны самого осужденного, поэтому я думаю, что это в том числе, там, с инициативой адвокатов, как бы, это, повторюсь, мое мнение, что это вот такой фундамент под будущее телодвижения, там, 20-го года. Вот, и я считаю, что в первую очередь нужно преступление не совершать, тогда не будет и повода, чтобы это раскаиваться, потому что есть поступки неосознанные, за которые действительно жаль, где-то повысил голос на детей, еще, ну, я так, для примера. Вот, но в данном случае речь шла о том, что это было систематически многолетнее хищение, как бы, и они точно совершались не под воздействием аффекта, там, а это было осознанное решение, поэтому, ну, говорить о том, что раскаяние, ну, достаточно сложно. Там, все-таки же эта история была осознанная, поэтому раскаяние, если пришло поздно, здорово, но лучше, чтобы оно бы пришло до того, как совершались преступления. Слушайте, ну, вот раз уж вы заговорили про повысил голос на ребенка, у меня не было в планах об этом спрашивать, но, ну, просто вся страна говорит, да, слышали, видели эти кадры о том, как отчим ставил ребенка на гречку? Да, ну, я слышал, я сам не видел, но история, безусловно, уже получила резонанс, вот, но здесь еще, говорю, там, очень, ну, я вообще всегда считаю, что все мы живем в правом государстве должны жить, исходя из тех законов, которые действуют в этом, в этой стране. Следовательно, если и уважать человеческое достоинство, невзирая на возраст, регалии, там, вот, поэтому я считаю, что это, безусловно, недопустимо, значит, есть другие совершенно методы, поэтому, наверное, если кратко, то это плохо, там, вот, но здесь, говорю, это немножко другая ситуация, чем мы сейчас говорили про Никулина и где это происходило систематически, хотя это тоже из тех вопросов, когда это недопустимо в правовой точке зрения, ну, и с этической тоже. Ну, это вот, знаете, чуть-чуть еще об этом и о том, что у нас в Кирове, да, в последнее время происходят все эти там жуткие просто случаи о том, как ребенка оставили там одного, ну, можно долго перечислять, да, на улицу вынесли, потому что денег нет. И в стране этих случаев реально очень много. Вот это что такое? Я уже многих в этой студии спрашивала, это тенденция некая последнего времени или это единичные случаи просто, на которые мы стали больше внимания обращать? Я думаю, что такие случаи есть всегда, наверное, они просто освещаются иногда больше, иногда меньше, вот, и, наверное, в период экономического кризиса, который сейчас у нас наблюдается, опять же, как я убежден на 100%, это просто стало, может быть, чуть больше. Я просто поясню, я из многодетной семьи, седьмой ребенок в семье, и там первый вопрос, когда я приходил в какое-то новое там учреждение, там, мне все время спрашивали там, как родители, потому что очень часто многодетная семья, это было равно неблагополучное. То есть не в нашем случае, но очень часто. Поэтому эти случаи были и тогда. Были, когда заводили достаточно много детей для того, чтобы получить какие-то преференции. Это было и в 70-е годы, и в 80-е, и сейчас это есть. Но есть и другие случаи. Поэтому, наверное, мне кажется, все-таки же случаи неправильного отношения детей, когда то, что вы говорили, оставляют, они были всегда, к сожалению, и будут. Просто вопрос, иногда эта проблема остро освещается, иногда она забывается, но здесь она, как бы, к счастью, не носит пока системного характера, и однозначно здесь политика и отношения в обществе должно быть в плане осуждения этих всех вопросов. Кадры там действительно жуткие. Я даже не знаю, если не смотрели, то, может, и не стоит на это смотреть. И сегодня весь интернет в Кирове в фотографиях. Ну, конечно, они не столь жуткие, как кадры из Омска. Ну, тоже, на самом деле, страшно вот так вот понимать, что машина с моста просто улетела вниз и приземлилась на железнодорожные пути. Это я говорю о путепроводе Новоровского, где накануне произошла вот эта история. И сообщается, что в том числе это произошло, потому что снег был не убран, он был не вывезен, а, значит, его растолкали к бордюрам. И вот этот снег послужил трамплином, из-за которого машина и вылетела с дороги. Вот за такие вещи кто отвечать должен? Или это просто стечение обстоятельств очередное? Ну, здесь мое мнение следующее. Там все-таки же нужно дождаться расследования этого происшествия, если вина будет однозначно, ну, точнее, если будет установлено, что вина вылета автомобиля за ограждение, значит, по вине дорожников, однозначно кто-то должен быть наказан. Вот. Я приношу, там, безусловно, сожаление, там, пострадавшим и надеюсь, что у них все будет хорошо. Вот. Но я действительно такой случай не исключаю, пока это на уровне слухов, потому что случаев достаточно много, когда ямы на дорогах приводят к повреждениям и к аварийным ситуациям, когда заносы. И если эта ситуация подтвердится и все-таки же это не убранный снег, то, конечно же, я однозначно считаю, что расследование должно быть проведено скрупулезно, потому что там и установлено виновное. Все, что мы сейчас наблюдаем в городе Кирове, вот, и ситуацию сравнивая с прошлым годом, вот, я хочу сказать, что пока городу Киров везет, но не с точки зрения того, как у нас стали лучше убираться, а с точки зрения того, что у нас снега пока в этом году меньше. То есть, если нас снова начнут засыпать, как в прошлом году, то, безусловно, пока сильных изменений по тем первым снегопадам, которые мы видели, там, я сильно не увидел. И, к сожалению, пока ситуация не исправляется, потому что вот даже за первые снегопады, что были, пришло у меня достаточно много, ко мне было звонков, обращений, опять же, с окраинных нашего города, там, в районе поселка Ганино, там, деревни и так далее, когда просто до них не дошли. И основная причина, люди не могут даже понять, кто их должен, их улицы чистить, потому что прошлогодний подрядчик говорит, что сейчас в этом году уже не он, никого знать не знает, то есть какой-то открытой информации нет, там, не включили в реестры и так далее, в титулы. И поэтому ситуация говорит о том, что если сейчас ситуацию, ну, срочно не исправить, то первые, там, последующие снегопады, они уже не за горами, судя по прогнозам синоптиков, то мы опять встанем в пробках. И вот ситуация с мостом, она, конечно же, если она произошла по этой причине, это, конечно, случай точно не рядовой, он должен быть серьезно разобран, я надеюсь, ну, выводы будут сделаны соответствующие, и не серии там найдут кого-то в виде крайнего, как называют, там, стрелочника, все-таки же сделаем какие-то системные выводы, и в дальнейшем такое не должно повториться. И еще раз говорю, мои, конечно, сожаления там по пострадавшим, надеюсь, у них все будет в порядке, они там оправятся. Может быть, еще какие-то меры должны быть приняты, кроме того, что снег чистить вовремя? Ну, вопрос ведь в том, что, еще раз говорю, там должно быть системно какое-то решение. То есть, следовательно, если там проблема, она связана с тем, что там не вовремя убирали, не так убирали снег, то ее, говорю, нужно не только наказать виновных, но в том числе сделать какие-то выводы для того, чтобы в дальнейшем это не произошло, потому что город должен быть однозначно безопасным для проездов, и это касается не только, говорю, путепроводов, а в том числе, там, и перекрестках, или других магистралей, там, и дворов, чтобы они не сопровождались, потому что случаев много, сейчас есть наледь, и когда тормозной путь увеличивается, то, безусловно, там, это тоже может привести к тем или иным травмам, в том числе, несовместимые с жизнью. К следующей теме перейдем, и, наконец-то, перейдем к завтрашнему заседанию Гордумы. Как я уже сказала, много важных вопросов. Один из основных – это принятие бюджета на следующий год. По нескольким пунктам давайте пройдемся. Один из них – это то, что в три раза сократится финансирование новогоднего оформления города. Об этом уже давно говорится, и один из тех депутатов, который предлагал это, это вы, я помню, ну, это было и раньше, на самом деле, но вот в этом году эту мысль высказывали вы. В ней есть здравое зерно, потому что эти деньги действительно, ну, кому-то нужнее, да? Вот, но кто-то высказывался против и говорил, что кировчане живут и так бедные, давайте не будем лишать их праздника. В этом году все равно на оформление выделить 25 миллионов, в том году это было 22 миллиона, а в следующем сокращение прям очень резкое – до 7 миллионов. И вот хочется нам понять, это что? Это действительно там понимание того, что реально можно обойтись, или это очередное затягивание поясов во всем и не только в новогоднем оформлении? Ну, бюджет еще не принял, поэтому не принят, он будет принят завтра, значит, ну или не принят, но завтра будет как раз итоговое заседание там Думы по этому вопросу. Поэтому то, что мы сейчас с вами будем обсуждать, это пока из серии проектов, чтобы, ну, не вводить слушателей там в заблуждение, что все это да. Но, тем не менее, это действительно так, то есть я и в 2018 году про это достаточно много говорил, и это, хочу сказать, моя позиция не позиция фракции «Справедливая Россия». Я предлагал до нуля вообще обновить Новый год, я понимаю, там, какой-то резонанс вызовет, но позиция фракции все-таки же делать это соизмеримо, и эту цифру снижать до разумного уровня, потому что на самом деле бюджет 2020 года еще сложнее, чем бюджет 2019 года, потому что у нас падает доходная часть бюджета, вот, и если даже говорить о бюджете, то у нас там чуть вырастают налоговые поступления, которые идут в первую очередь как основная часть, но неналоговая достаточно сильно снижается, и это пока все прогнозные цифры, а тенденция говорит о том, что в городе Кирове бизнес все время находится, я сейчас говорю про средний и малый бизнес, как бы точно не испытывают лучшее, они находятся не в самом лучшем положении, и я считаю, что кризис достаточно налицо, и предприятия по-прежнему будут, к сожалению, закрываться, и по факту в 2020 году, возможно, мы даже не соберем тех денег, которые сейчас прогнозируются, вот, и безусловно, сейчас все-таки же позиция затягивания поясов, из хорошего все-таки же нас и нашим, мы достаточно, мы подавали по бюджету коллегиальное предложение от оппозиции, то есть в отличие от прошлого года, где каждый депутат предлагал где-то иногда свои решения, вот, что-то у нас приняли, какие-то позиции, какие-то не приняли, но в основном все эти позиции касались как раз сокращения тех позиций, ну, тех затрат, которые не уронят город с точки хозяйствования деятельности там вниз, но позволят как бы двигаться в рамках тех поступлений, которые есть, и безусловно, значит, празднование Нового года, повторюсь, там достаточно сильное снижение, и какие-то другие статьи по снижению, они, безусловно, там и дизайн-код, и там убрали несколько, там исследований было, там еще прочее, много там величин, еще не только от нашей фракции, они говорят о том, что все-таки же нас услышали и начали двигаться в этом направлении, потому что пока доход с расходом не сходится, там не хватает достаточно большой суммы, ее там планируют, безусловно, покрывать за счет кредитов, и это, к сожалению, там ситуация отличается кардинально от 2019 года, когда бюджет был сверстан бездефицитный, без всяких кредитных средств, вот, но по факту мы видим, что он все равно корректировался, поэтому здесь он по-прежнему остается социально направленным, то есть две трети бюджета уходит на затраты, связанные с образовательной системой, вот, и это не только зарплата, это и поддержка школы, и из хорошего туда достаточно в проекте сильное распределение бюджетных там средств, вот, но, к сожалению, еще остаются статьи, без которых город может точно прожить, и, надеюсь, здравый смысл возобладает, мы их еще начнем секвестировать. Например? Ну, например, мы достаточно много говорили там, и, вот, я могу там свою позицию сказать там про, там у нас есть центр инноваций, как бы, который, ну, достаточно спорный, дублирует ряд функций. Ну, я там, и там у нас эту же позицию принципиально занимает, там, господин Ерохин, там, от ЛДПР, что, в принципе, функция, мы сейчас говорим не про людей, а про эту структуру, то есть функция дублируется с областной, там, достаточно спорная с точки эффективности. Повторюсь, если бы сейчас бюджет был бы, условно говоря, у нас совершенно в другом качестве, без дотационной и так далее, то есть, как бы, мы бы разговаривали по-другому. Сейчас вопрос идет о том, что... О расстановке приоритетов. Да, о приоритетах. Сейчас все равно приоритеты, как бы, это все-таки же поддержать ту социалку, которая еще есть, потому что, если город, там, в свое время отдал медиков в область, если сейчас, там, вот, следующее, что остается, это, там, по сути дела, образование, ну, то есть, это, вот, как бы, в никуда. Вот, к сожалению, не получилось нам договориться, мы предлагали вопрос решить, в том числе по штатному расписанию, там, госслужащих, которые есть. И это, безусловно, достаточно большая часть. Мы сейчас говорим, я сейчас говорю не про учителей, безусловно, я сейчас говорю про аппарат. Сокращение аппарата. Про сокращение аппарата, то есть, как бы, это пока история не получила поддержки, хотя, на самом деле, вот, я говорю, город, это как организм, там, похожий на любой бизнес-предприятие. То есть, следовательно, сейчас, что происходит, то есть, когда не хватает средств, пытаются сократить какие-то вещи, которые, возможно, без них функционировать не будет, но, в первую очередь, все равно, любая оптимизация, я, там, не боюсь этого слова, там, всегда говорю, что городу сейчас точно нужна оптимизация его расходной части, потому что иначе мы, там, точно без, да, засущённых федеральных поступлений мы не выживем. То есть, нужно признать о том, что сейчас требуется в том числе оптимизация, как бы, аппарата чиновников, он у нас за последнее время раздулся. Не потому, ещё я говорю, я не про людей, я сейчас говорю про то, что ситуация другая. То есть, сейчас, там, для того, чтобы функционировать дальше, то есть, нужно что-то изменить. Ну, а как не про людей, если мы говорим о сокращении штата? Ну, в любом случае, у нас, ведь все экономические показатели, и вот сейчас, вот, я считаю, что у нас кризис идёт уже достаточно долгий период времени, уровень безработицы, он от этого коррелирует не впрямую, и сотрудники, которые, там, не здесь, то в другом месте найдут работу. То есть, вот, мы точно не находимся в ситуации, когда у нас, то есть, администрация, не градообразующая предприятие города. Я сейчас говорю про город Киров, там, да, следовательно, если даже мы здесь привели бы оптимизацию, то людям есть, куда идти работать. А можете конкретно вот рассказать, что вы предложили, сколько сократить, из каких ведомств, и где озвучивалось? Ну, про администрацию мы, у нас не было цифр, потому что здесь всё упирается в некий, опять же, момент, связанный с тем, что мы не можем сейчас снизить зарплату, потому что она устанавливается, исходя из нормативов. Мы можем сейчас только выставить предложение по штатному расписанию. То есть, как бы, мы пока не, там, этот вопрос не удалось, там, добиться, но этот вопрос, там, я думаю, что на будущее, потому что, ещё, говорю, было недопонимание у меня лично, что, например, там можно где-то изменить, не меняя структуру, но сейчас есть понимание, что нужно изменить сначала структуру. Значит, я сейчас говорю не только про администрацию, но и про многочисленные МКУ, повторюсь, там, я сейчас говорю не про рядовых сотрудников, не сотрудников, которые будут с населением, а про тот аппарат, который, на самом деле, мы не видим. И, ну, для примера, там, у нас есть централизованная бухгалтерия, могу чуть-чуть ошибиться, которая занимается обслуживанием дошкольных и школьных образовательных учреждений. Вот, её численность в разы превышает количество школ. И, опять же, на бумаге всё достаточно понятно и подробно. Что написано, что если бы бухгалтера были бы в школе, то, согласно штатному расписанию, то бухгалтеров было бы, там, словом, два с половиной, а у нас их полтора на школу. То есть, с точки зрения бумаги всё логично. С точки зрения жизни и бизнеса, то есть, когда мы возьмём любое предприятие, крупное, там, АвиТек, значит, Лепси и так далее, и посмотрим состав бухгалтерии на численность сотрудников, то точно есть что поработать. Ещё раз повторюсь, это вопрос очень сложный, насколько не решить. Возможно, потребуется автоматизация их работы, потому что по бумагам вот так. И они же делают не из своих, у них там есть нормативы, там, всякие нагрузки и так далее. Но в жизни происходит, что у нас не хватает иногда, значит, зарплаты учителям. Я сейчас говорю, в первую очередь, про их доплаты, которые они формируют из внебюджетных, в том числе, средств. Но там достаточно большой пласт, я говорю, ну, вот как пример, там, бухгалтерии, которые, я считаю, можно и нужно оптимизировать. Хорошие сотрудники без работы не останутся. У нас там, ещё раз говорю, в Кирове несколько тысяч предприятий, каждый из которых испытывает потребность бухгалтерии. У нас сейчас перерыв на рекламу, и после неё резюмируем эту тему. Да, это действительно программа «Особое мнение», высказывает его сегодня депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин, а за микрофоном работает Мария Кожевникова. Михаил, мы с вами до перерыва подняли вопрос о сокращении некоторых статей и расходов в бюджете, но, ещё раз, вы уже говорились, я ещё раз оговорюсь, что это решение пока не принятое, приниматься оно будет завтра на заседании думы. И хочу вас спросить, как вы считаете, вот эти вот поправки, там, с уменьшением денег на Новый год, на оформление новогоднее, на дизайн-код, будут ли они приняты? Я считаю, что они будут приняты, вот, потому что, наверное, это всё равно любой бюджет должен быть принят, иначе город не может в рамках закона функционировать. Вот, но наша задача, наверное, следующая, это всё-таки же отслеживать, чтобы бюджет был соразмерный и выполнялся, вот, и готовиться сейчас уже и делать выводы для того, чтобы к 21 году всё-таки же мы подошли к тому, чтобы с точки зрения соотношения затрат и, там, поступлений, консенсус всё-таки же был более хороший для города, чем сейчас. Сейчас, повторюсь, там, город, мы точно находимся в состоянии, там, затягивания пояса, то есть, потому что количество доходной части оставляет желать лучшего. Но при этом оговоримся, что эти деньги, они не в никуда уходят, да, они не сокращаются, они просто переносятся на другие статьи, в частности, например, там, на окна в учреждениях образования, да, и ещё на освещение переходов, да? Ну, да, ну, все, на самом деле, вот, все, что нашли экономию, вот, это из хорошего, безусловно, там, я имею в виду, куда они ушли. Они ушли не на что-то грандиозное, там, не на постройку какого-то конференц-холла, они ушли, в первую очередь, в социалку, и это, конечно, здорово, социалку и инфраструктуру. И они никуда не ушли, то есть они не обрезаны? Нет, нет, они все перераспределены, я просто единственное, что считаю, что очень важным сейчас всё-таки же выполнить тот план по поступлениям, чтобы мы выполнили все расходные обязательства, потому что в том числе достаточно большая сумма заложена на выполнение судебных решений, их у города достаточно много, и речь идёт не о тысяче, а о миллионах рублей, и это важно, чтобы это нужно выполнить, потому что, опять же, там, моя позиция, если суд принял такое решение, нужно его или оспаривать, или принимать, то есть спорить с ним в других рамках бесполезно, следовательно, у нас у города есть, мы даже не сможем в 2020 году все выполнить судебное решение, но, тем не менее, наиболее острые, на это тоже заложена достаточно существенная часть, и это здорово. Ну вот, и при этом я хочу вас всё-таки спросить, там, сокращение затрат на новогоднее оформление, на дизайн-код, ну вот давайте с новогоднего оформления начнём. Кировчане-то на следующий год что увидят? Тёмный, неукрашенный город, или мы вообще не заметим, что это было что-то там урезанное? Ну, на самом деле, можно всё тратить по-разному. Я хочу сказать, что мы точно не увидим тёмный, неукрашенный город, вот, возможно, будет меньше льда из Тюмени, а больше каких-то более капитальных сооружений, потому что в своё время, я хочу сказать, напомнить всем историю с ёлкой, когда каждый год город ставил живую ёлку в рубал, после этого поднялся вопрос, что, возможно, имеет смысл вложиться, купить искусственную ель, и мы сейчас её видим. Вот со льдом, моё мнение, повторюсь, не всей фракции, там, моё мнение, что со льдом примерно такая же история. Некоторые вообще предлагают из дерева делать. Конечно, лёд каждый год тает. То есть лёд тает, возникает очень много вопросов. Вообще нужен лёд, почему из Тюмени, зачем он такой и так далее. То есть, безусловно, первое, это, если говорить про украшения, про Новый год. К празднику отношусь замечательно, великолепно. У меня там день рождения, 31 декабря, я не могу не любить этот праздник. Поэтому первое, нужно всё-таки же делать возобновляемое сооружение, чтобы можно было использовать следующий год, это раз. И мы, например, по тем же гирляндам уличным видим, что это работает. То есть Октябрьский проспект и в прошлом году был освещен точно так же. И в этом году, я надеюсь, это те же гирлянды. Второе, это активнее привлекать социальных партнёров. По этому пути идёт достаточно много городов, когда в рамках, естественно, правовых отношений, юридических и так далее, когда социальные партнёры, предприятия города Кирова, они берут на себя нагрузку, тем самым рекламируя себя, повторюсь, в рамках правового поля, и они бы решили вопрос. Если бы у нас лёд привёз бы, условно говоря, предоставил бы хладокомбинат, как пример, какой-то своей, естественно, рекламной отдачи, то я думаю, что частично мы бы эти вещи закрыли, ничуть не изменив то, что мы видим. И второй вопрос по дизайн-коду. Опять же, с одной стороны, не первая, а очередная задача, как вы говорите. С другой стороны, чем дольше наш город будет не очень, так скажем, привлекательным, тем дольше мы там не сможем его развивать, привлекать инвесторов. Это не моя мысль. Мысль, которую я повторяю, услышав на урбан-форуме или ещё где-то. Вот в этом смысле, как вы считаете, верно отказаться от разработки дизайна года? Ну, я двумя руками за, значит, ну, я уже говорил её в эфире, всем говорю там лично, при встречах, отвечая. Значит, если у нас стена наклонилась, здание, то штукатурить бесполезно. То есть вешать украшалки и так далее. Нужно сначала поправить стену. Поэтому дизайн-код нужно делать тогда, когда все другие проблемы решены, когда у нас нет проблем там ни с транспортом, ни с структурой и так далее. И я понимаю, что оппоненты возражают, что это шаг в будущее. Но я человек достаточно практичный. И кто меня знает, это подтвердит. То есть как бы я считаю, что базовые основы должно быть в городе чисто, значит, сухо и там нигде ничего не бежит. Значит, а потом уже заниматься украшалками. Вот. И я считаю, что дизайн-код – это точно то, без чего город может ещё функционировать несколько лет. Вот. Да, будут раздражать какие-то рекламные вывески. Но это в том числе вопросы, там, не требующие, повторюсь, там, каких-то… Он нам не даёт никаких минусов и плюсов с точки зрения хозяйственного ведения. Поэтому я считаю, что, наверное, с точки зрения хозяйственного подхода к бюджету, там, это достаточно оправданно. И я повторюсь, моя личная точка зрения, я бы эту цифру свёл бы в ноль, вот, до лучших времён, когда город не встанет с колен, на которой сейчас находится. У нас осталось совсем немного, 5 минут. Давайте коротко, ещё у нас есть несколько важных вопросов. Ну вот, например, один из них в Кирове могут снести 50 детских площадок, 300 парковок. Это тоже вопрос, которым сейчас Гордума занимается. Проблема в том, что все они расположены на магистральных теплосетях. Выяснилось это после того, как была проведена проверка. А проверка прошла после трагедии, как обычно у нас это бывает, трагедии в Пензе, где в автомобиле погибли два человека. Он провалился в яму с горячей водой, потому что парковка была вот как раз на таком месте расположена. Сейчас депутаты, если я неправильно говорю, депутаты должны объяснить жителям, почему у них могут быть снесены площадки, почему им нужно перенести парковки. Вот я хочу просто вас спросить, насколько это правильно и какова альтернатива? Ну если мы уберем 300 парковок, ну а где мы для них места-то найдем? Ну да, сначала хочу сказать, что насколько это правильно, безусловно, самое важное это жизнь и здоровье нас всех самих и жителей, которые окружают. Значит, поэтому с этим надо точно что-то делать. То есть в каждом конкретном случае смотреть, что туда попадает и что можно переместить. Другой вопрос, почему это произошло? Потому что вот я скажу по своему округу, список уже изучил. Есть несколько детских учреждений, я сейчас говорю про садики, по которым есть теплотрассы, и это, безусловно, задача города. Где прямо детская площадка теплотрассы? Ну, я сейчас не могу сказать по схемам, потому что вот списки есть. Сейчас какая стоит работа? Нужно истребовать схемы и уже посмотреть конкретно где. Где-то, возможно, просто тротуар и доступ к детскому учреждению. Где-то, возможно, детская площадка, и ее придется переносить. Потому что, повторюсь, и это затраты города на это. Это как бы первая сторона вопроса, повторюсь, потому что изначально было так. Мы сейчас говорим, в первую очередь, я сейчас по своему округу, это старые детские садики, которые изначально строились, когда еще такой вопрос не встал. Ну, допустим, детсады там на деньги города, а вот площадки во дворе. А сейчас, если говорить во дворе, ну, вот я опять же про свой округ, у меня попали, значит, нестационарные объекты, стоянки, значит, и детские площадки. Вопрос в большей степени в согласовании. Потому что там по работе, ну, я еще только начал работать в этом направлении, но предполагаю, что в ряде случаев эти сооружения были установлены без необходимого согласования. Вот, и в том числе нестационарные торговые объекты, как это часто бывает. Или согласование производит... Вопрос мы задавали в том числе руководству КТК и ТГК, значит, о том, что кто из вас согласовал, потому что такие случаи есть, и Береснев озвучил, что эти люди будут там наказаны вплоть до увольнения. Потому что по ряду объектов есть согласование. А деньги кто заплатит на то, чтобы перенести это все? Ну, людей уволят, окей, найдут виноватых. А вот, а на что это? А делать это все люди будут? Ну, к сожалению, если это дело в нормативной базе, и это действительно подтверждается документами, то перенос тех же автостоянок будут вынуждены делать те владельцы, которые есть. Ну, для примера, вот если вы в квартире сделали перепланировку, и ее не узаконили, следовательно, и вам пришло предписание, вы будете делать за свой счет. Второй вопрос. Если вы ее узаконили, у вас есть на руках подтверждающие документы, где написано, что все это... И потом вам... Вот тогда вот уже вопрос к тому, кто это узаконил. Поэтому вот я про это часть. Следовательно, если у кого на руках есть все разрешительные документы, тогда вопрос, наверное, к той организации, которая выдавала эти разрешительные документы, и тогда нужно будет принимать какие-то моменты. Но в ряде случаев, еще раз говорю, боюсь, что здесь разрешительных документов или отсутствуют, или выдвинулись нарушения, вот с этим надо будет разбираться. Еще по компании АКОР и двойным платежкам хочу вас спросить. Это тоже тот вопрос, который вы подняли, увидев проблему в своем округе. Как она решилась сейчас или как решается? Ну, как развивается ситуация? Значит, АКОР спустя, ну, через неделю, может быть, чуть больше, после моего обращения опубликовал в источнике новостей официальное письмо о том, что судебные решения не будут голословно всем начисляться, и они готовы к диалогу, и давайте разбираться. Это раз. К сожалению, люди, которые заплатили денежные средства, сейчас только могут встать в конкурсную массу и боюсь, что деньги до них, скорее всего, не дойдут. Это два. Не вернут деньги. Не вернут деньги, ну, потому что у них есть... И не зачтут за другие месяцы. Нет, ну, АКОР уже нет. То есть, как бы, и, к сожалению, ситуация последняя, это АКОР все-таки же прекращает свою деятельность, и жильцы, которые находятся в обслуживании АКОРа, вот буквально на прошлой неделе сейчас проводят официально с ними собрание КЖУ, уведомляет их о том, что они должны или выбрать другую управляющую компанию, или они уйдут в управление одной из муниципальных управляющих компаний. У нас, в Кире, всего две. О новом годе, о празднике приближающемся много с вами говорили сегодня. Поздравлять еще рано, но вопрос у меня есть. Что бы вы пожелали своим коллегам-депутатам в следующем году? Ну, и городу. Ну, наверное, всем хочу пожелать мудрости в своих решениях, в словах, оставаться все-таки же бодрыми духом, ну и, конечно, здоровья всем близким и всем всего самого лучшего. Ну и все. На этой позитивной все-таки ноте мы закончим наш эфир. Спасибо вам, Михаил. Доброго дня. Спасибо. До свидания. Всем слушателям. Особое мнение на 101FM